Здравствуйте! Меня зовут Самулинка Наталья, и вы на канале Репейник. Мы продолжаем рубрику ответов на вопросы. Мне распечатали на бумажке, чтобы не с телефона, и телефон нас не отмечал. Вопросов здесь мелким шрифтом аж на пять страниц. Я думаю, что мы разобьем на несколько выпусков. Сразу буду говорить, что, наверное, не на все вопросы я смогу ответить. Есть вещи, которые я не знаю. И мне, конечно, очень приятно, когда вы, наши дорогие зрители, считаете, что мы знаем абсолютно все и умеем абсолютно все. Это, конечно, не может не льстить моему самолюбию, но на самом деле это не так. В общем-то, я обычный человек, и всего, к сожалению, не знаю. Я тоже делаю ошибки. И два года назад мы, когда обсуждали о возрождении канала, когда появился канал Репейник, я тогда предлагала сделать такой формат, где мы будем действительно рассказывать обо всем. У нас же не все всегда получается. Есть какие-то косяки. И я советовалась с коллегами, насколько этот формат как бы интересен, неинтересен, на тех же самых объектах показать. Так что не всегда все получается. Там 99, может быть, получается, но всегда есть какой-то один процент, когда есть явные такие неудачи. И хорошо, если это процент. И мне сказали, ну, ты же почти медийная личность, так не может быть. На тебя должны смотреть и должны понимать, что у тебя не бывает ошибок. И мы взяли такой формат, но, наверное, так неинтересно. И на сегодняшний момент, я думаю, что мы первые, кто ведет канал о растениях, которые готовы рассказывать о своих ошибках, которые готовы показывать свои косяки, с чем мы справляемся, с чем мы не справляемся, какие-то закладывать совместные эксперименты, которые, может быть, где-то будут удачные, а где-то неудачные. Я надеюсь, что этот формат тоже будет вам интересен. Я обещаю, что в ближайшие несколько месяцев каждый выпуск будет своего рода иметь эффект разорвавшейся бомбы. Ну, во всяком случае, я постараюсь. То есть я буду говорить то, о чем говорить не принято. И посмотрим. Ну, а теперь ответы на вопросы. Доброй ночи. У меня назрел вопрос, который, возможно, интересен не мне одной. Почему все так боятся сорняков? И все ли сорняки одинаково бесполезны? Каких сорняков, в самом деле, нужно изводить? Вроде того же горца, который давит все вокруг. А обычно прияснить, так ли много тянут из почвы. Что это за страх и ужас? Особенно при том, что они задерживают влагу лучше любой мульчи. Почему все так яростно борются с удуванчиками? Я понимаю, что замахиваюсь на основу основ, но смотрю вот на глубику свою и те кусты, которым вплотную сныть подбирается. Они чувствуют себя едва ли не веселее мульчированных торфом с корой толстым слоем. Вообще вопрос отличный. По большому счету, слово сорняк, да? Это, ну, что такое сорняк? Это то растение, за которое мы не платили и не высаживали у себя в саду. Я знаю очень много людей, которые, в принципе, покупая участок, к вековым деревьям, да, там, допустим, к огромным, красивым, здоровым соснам относятся как к сорнякам, да, и первое, что они делают, они их срубают. Поэтому сорняк – это такое очень… Это сорняк – это то растение, которое вам не нравится, скажем так. Мы вот с Катюшей решили, что сейчас зацвел цикорий. Она сегодня звонила и говорила, я еду, да, и я вот смотрю на эти безумно красивые виды с цветущим цикорием. Давай пойдем собирать семена и у себя посею. И нам это нравится. У нас зацвел василек на поле, и было очень приятно, когда мальчики аккуратненько его обкосили, им было задание покосить поле, а его оставили, да, как что-то такое очень красивое и необычное. И та же самая сныть, ну, бороться с ней или не бороться, здесь решать вам. Конкретно вашему саду она вреда не наносит. Другое дело, что, может быть, есть места, где она выглядит достаточно не очень уместно, а есть места там, где, наверное, с ней можно было бы не бороться. Потому что, я знаю, сейчас началась тенденция, где сныть наоборот рекомендуют в качестве почвопокровного растения в тенистых местах. Не так много растений, которые будут хорошо расти в тени. Поэтому здесь какое растение вы будете считать сорняком, да, это все зависит только от вас. Напомню, что тот же самый борщевик Сосновского, да, с которым мы боремся, это уже безуспешно, да, сколько, ну, во всяком случае, в Ленинградской области, где-то высаживают как редкое декоративное растение, и даже за него платят, чтобы вот купить его и посадить у себя в саду. Да, здесь это вот такой очень скользкий вопрос. То, с чем действительно нужно бороться, ну, в основном, это какие-то инвазивные виды, да, это агрессоры, это действительно горец Сахалинский, да, или она же гречиха, который вот автор вопроса упоминал, это тот же самый борщевик Сосновского. В основном это стержневые какие-то сорняки, да, имеющие очень глубокий корень, от них не так просто избавиться. Со всем остальным и то, да, опять же, тот же самый одуванчик, который, кстати, я вам скажу, открою секрет, живет 25 лет, более 25 лет. Представляете, я думаю, что у кого-то одуванчик старше даже некоторых наших зрителей. Наверное, он будет не очень уместен там где-то в композиции, но, может быть, на вашей лужайке вы, наоборот, его оставите. Он, кстати, несет положительную функцию, как ровно и любой сорняк. А одуванчик за счет своего длинного корня подтягивает к поверхности достаточно большое количество минеральных веществ, делая их гораздо более удобо. Неудобо варимыми, а доступными для других растений. То есть бесполезных растений нет. Насколько оно бесполезно или полезно, решать только вам. Ну, я бы боролась в основном только с какими-то стержневыми. И то мы вот репейник, тот же самый лопух, тщательно тоже обкашиваем, его не трогаем. Хотя вспомните, корень его вполне стержневой. Нет бесполезных растений. Любое растение полезно. Мы просто не всегда задумываемся об их назначении. И так уж совпало. Этот вопрос совпал с темой ближайшего ролика. Может быть, он уже к этому моменту выйдет. Или он только будет после этого видео. Когда мы как раз в естественный ландшафт, в поле с сорняками, наоборот, подсаживаем какие-то декоративные растения. И постараемся посмотреть, чем дело закончится. Либо естественный травостой выдавит наших подселенцев, либо, наоборот, подсаженные растения будут себя чувствовать гораздо более вольготно и аборигенно уйдут. А может быть, нам удастся найти какое-то такое сочетание, где все будут жить в мире. Поэтому сорняк – это слово, придуманное человеком. С сорняком можно считать все, что вам не нравится. Идем дальше. «Живу в городе. Перед домом пылесадник. Посадил для мамы цветы. В частности, ее любимые розы. Чем обработать, то есть какие препараты, розы отли, чтобы не навредить пчелам и другим полезным насекомым? В магазинах в основном продают химию, которая вредит пчелам и шмелям. А я их очень уважаю. Не хотелось бы им навредить. Заранее спасибо». Вопрос хороший. Ну, на самом деле, давайте так. Не все химические препараты очень вредны для опылителей, для шмелей и пчел. Если вы максимально хотите нанести минимальный вред окружающей среде, можно использовать химию, просто на каждом препарате написан класс опасности. Вот вам нужно выбирать те препараты, где написан четвертый класс опасности. Они, как правило, безобидны для пчел, шмелей и рыб в том числе. А так – это всевозможные препараты, биопрепараты. Не фито, тот же самый фитоверм – это не биопрепарат. Это та же самая химия, но просто на основе органического вещества, а именно биопрепараты. Когда у вас в основе лежит какая-то бактерия или какой-то вирус, который узко специализированный на насекомое, который будет, допустим, бить по долгоносику, но не затронет шмелей и пчел. И во время цветения используют в основном только биопрепараты. Хотя у меня к ним немножко скептическое отношение, потому что, во-первых, результат вы увидите не сразу. И если ситуация критическая, то пока препарат сработает, вы можете потерять свою розочку. Во-вторых, их эффективность в открытом грунте намного ниже химической. То есть, как правило, она не более 40%. Вот этот момент тоже нужно учитывать. То есть химические препараты 4-го класса опасности, либо биопрепараты. Доброго денечка! Посадил клетру альхолистную, место посадки крающих цветника на небольшой возвышенности. Участок расположен в мещере, близко к грунтовой воде. Не перезимовало. Расстроилась зима, была снежная. Если возможно, ответьте, что я сделала не так. Я не знаю, что вы сделали не так. Я не вижу вашего растения, а информации достаточно мало. Давайте я в двух словах расскажу. Во-первых, на самом деле клетру альхолистное потрясающее растение с изумительным ароматом. Оно достаточно внешне немножко невзрачное, но когда зацветает, пахнет карамельками. Его называют еще иногда конфетным деревом. Любит паутень. Прекрасно относится к высокому уровню грунтовых вод. Неплохо выдерживает подтопление. Но, допустим, для Ленинградской области эта зима у меня на участках клетра достаточно сильно пострадала. Фактически она смерзла под корень. И дальше заново отрастала. То есть вот эти резкие перепады температур, которые были в этом году, такие качели, с минус 10 сразу на минус 30, она не выдержала. Ну и то, что особенность этого года у нас, можно сказать, в этом году в нашем регионе не было весны, была зима, потом была какая-то непонятная пауза, и сразу ударила жара, сразу ударило лето. Причем, несмотря на то, что весна была поздняя, да, и почти она проскочила, вот сейчас многие растения выглядят так, как будто сейчас конец июля, да, а не конец июня. Вот обратите внимание на травы. Они выглядят вот на конец июля, да, а то и на начало августа. Как бы это ни грозило нам ранней осени. О чем бы не хотелось, тогда вообще не знаешь, что мы будем делать. Может быть причина, да, и, кстати, клетры очень неплохо относятся к кислым почвам. Причина не призимовала, могли быть качели, температурные качели. Могла быть причина, одна из причин, крайне поздняя посадка, да, и растение просто не успело укорениться. Вот, и опять же, не очень простая зима, и не очень простая весна, его немножко доконало. Что еще могло быть? Могла быть причина в самом саженце. Ну, предположим, оно вам досталось, ну, может быть, где-то слегка подсушенным, да, может быть, там, с какими-то болячками, не болячками. Причин может быть много. Но так клетру нельзя назвать абсолютно 100% зимостойкой. Наталья, вопрос. Почему калина продолжает есть все насекомые, даже после обработки профилактиным? Есть ли какие-то хитрости? Есть ли можно? Расскажите, пожалуйста, по какому принципу работают такие препараты? Спасибо, с уважением, ваши студенты. Спасибо, студенты, за вопрос. Хотя, мне казалось, я на лекциях все очень подробно студентам рассказываю. Значит, по поводу профилактина. Профилактин убивает зимующих на кроне насекомых и личинок. Это не значит, что у нас с вами весной проснулись сразу все личинки. И обязательно какой-то процент у нас с вами остается. И те насекомые и вредители, которые нас докучают, иногда приходят с соседнего поля. Поэтому профилактин является очень хорошим подспорьем. Он почти решает проблемы с зимующими на растениях личинками и насекомыми почти на весь сезон. Но они являются панацеей. Потому что часть насекомых могло прийти с соседних участков. Какой-то небольшой процент, как правило, где-то порядка 5% могло выжить. Могла к этому времени появиться следующая кладка. Новое поколение иногда насекомые успевают 3-4 поколения. Иногда даже больше. Как работает профилактин? Профилактин это не что иное, как сейчас скажу страшное слово, все испугаются, схватятся за сердце. Это карбофос плюс вазелиновое масло. Вазелиновое масло работает как прилипатель. Карбофос достаточно хорошо известный инфектицид. За счет вазелинового масла вся химия работает при достаточно низких температурах. Карбофос можно использовать при среднесуточной температуре плюс 5-7. За счет вазелинового масла карбофос не смывается. Но рано или поздно действие препарата заканчивается. И в конце концов те же самые муравьи каких-то часть своих свои заначки, а небольшая часть самая жирная, самая красивая, самая сочная тля, в общем-то муравьи утаскивают к себе в муравейник, а потом тщательно разносят, раскладывая там у самых тоже красивых жирных почек. Никогда не обращали внимания весной. Это очень прикольно, как такой маленький муравьев несет такую большую, такую жирную тлю. Где-то у меня даже было видео, ну, не видео на эту тему, где-то я на телефон снимала, это очень прикольно наблюдать. Поэтому, к сожалению, это не панацея. Не бывает так, что один раз обработав, ты больше никогда к этому не подходишь. Но, как бы, все равно спасибо за вопрос. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какие деревья можно посадить вдоль забора, и которые смогут высушивать почву от принудительного затопления из септика? На каком расстоянии от забора можно высаживать? Почва тяжелая, суглинок. Очень хочу совет. Мне казалось, что септик не должен течь. Но вообще на тяжелых грунтах влажных лучше ивы, пожалуй, никто больше не справится. Ива, в принципе, предпочитает. Она, как растение пионер, создана для тяжелых грунтов. Ее корневая система способна расти в глинах. Да, и опять же, вопрос как раз влажных под затоплением. Ничего лучше, чем она, не справится. А потом уже можно, в общем-то, и газон. Потому что газон тоже достаточно много испаряет. При желании можно и березу. Но я бы остановилась на ивах, потому что выбор их достаточно большой, они красивые. Может получиться очень красивая картинка. Следующий вопрос. Добрый вечер. От специалиста по газонам слышала версию, что ржавчина на газоне это вследствие недостатка азота. Увеличив его содержание, газон не будет ее хватать. Может ли это сработать, как профилактика для других растений? Например, плодовая груша. Просто специально отдельно азот я в саду использую только для живых изгородей. Остальное, если подкармливаю, то комплексное. Заранее спасибо за ответ. По поводу содержания азота и ржавчины у меня есть определенного рода сомнения, с одной стороны. Но, во всяком случае, другие растения я бы не делала на эту ставку. Потому что, во-первых, все зависит, в каком вы регионе. Большое количество азота, к сожалению, снижает зимостойкость растений, потому что большие приросты, когда растение не успевает одревесенеть и подготовиться к зиме. Это раз. Во-вторых, это большее количество вредителей, понимаете, большой жирный, сочный прирост. Азот отвечает именно за это. Стока окажется желающих им полакомиться, и тляп окажется просто детской сказкой. Но то, что когда ржавчина идет по газону, газон надо регулярно кормить и регулярно скашивать, как раз в неделю стабильно, это действительно так. Очень часто рулонные газоны в первый же год после того, их как разложили, страдают у ржавчины. Мы, в принципе, действительно так и боролись. Кормим, стрижем, кормим, стрижем, кормим, стрижем. Что срабатывает, не знаю. Я, к сожалению, еще раз повторюсь, к сожалению, не фитопатолог. Это больше надо специалистам по ржавчине. Если найдете такого, обязательно мне скажите. Будет очень интересно с ним пообщаться. Добрый вечер. У меня вопрос по цикадирос и сирене. Калужская область. Участок у леса. Летают птицы и насекомые, которых не хотелось бы травить. Те препараты, которые я нашла в интернете, опасны для пчел и других насекомых. Существует ли щадящий метод борьбы для окружающей среды. Но, в принципе, выше мы на эту тему говорили. Да, это биопрепараты. И если это химические препараты, то четвертого класса опасности. Единственное, я, наверное, вернусь к вопросу по поводу, когда был с калиной. Почему калину продолжают есть еще все насекомые? У нас есть ряд растений. И для каждого региона это свои растения. для, допустим, Ленинградской области мы в природе можем, естественно, встретить калину. Мы можем встретить многие виды ив. И эти растения являются домом, гостиницей, не знаю, как хотите, для многих насекомых, типичных для этого региона, для грибов и так далее. И, в общем-то, как-то они прекрасно сожительствуют уже на протяжении нескольких сот лет. Поэтому аборигены действительно очень часто поражаются всевозможными вредителями. Калина для нас абориген. Вот интересно, как она, так ли ее сильно едят, допустим, в Казахстане, да, или там в какой-то области, где она, естественно, не встречается. Здравствуйте! Спасибо за ответ про грибы. Пока ждала вашего ответа, выяснилось, что растет у нас майская рядовка и английский гриб. И очень даже съедобный и вкусный. Иди, мы жалеем, что много выбросили. По поводу убрать огородкань, это вообще не вариант. На новом участке в прошлом году сделан сложный ландшафтный дизайн. Посажено около тысячи растений, вкопана лента 30 сантиметров, для разграничения от газона все закрыто огородканью и засыпано корой из лиственницы примерно 12 сантиметров. Покупали 75 мешков. Все это делали с мужем вдвоем, причем большинство растений было выращено и подрощено мной из семян и черенков в горшках на старой даче. Снять огородкань проще купить новый участок, построить на нем новый дом и посадить все заново. Так что попробуем жить с грибами. В любом случае спасибо за ответ. Очень интересно посмотреть, как выглядит майская рядовка и английский гриб. И еще, наверное, очень бы хотелось их попробовать. Да, действительно, если бы... Я бы тоже, наверное, не стала снимать при таком раскладе огородкань. Тогда давайте... Если честно, простите, пожалуйста, не помню, с чем был связан ваш вопрос, но примерно понимая, с чем вы могли столкнуться, тогда хотя бы вокруг вашей тысячи ваших растений постарайтесь немножко чуть-чуть вырезать больший круг, тогда разрастаться им будет гораздо больше. Так, в общем-то, грибы, которые у вас растут, они похожи микоризными. Почему бы и нет? И, наверное, вот, судя, я вот смотрю на девушку, которая стоит за камерой, я тут с трудом справилась с первым листом, а у нее, похоже, в руках еще столько же. Давайте на этом мы пока закончим наш выпуск. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои вопросы. Вот. До новых встреч. И мы обещаем вас удивлять. И оставайтесь с нами. Будет интересно. Удачи. Цепляйтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова